В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Против ветра не пойдешь. Городские службы Махачкалы уже вторые сутки устраняют последствия непогоды. Наряды горянок, песни, танцы и национальная кухня. В историческом парке «Россия. Моя история» прошел финал конкурса «Народов много. Страна одна». Кубок дружбы остается у хозяев. Триумфом волейбольной команды «Дагестан» в Каспийске завершился всероссийский турнир, приуроченный к столетию Расума Камзанова. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по произошедшему ДТП у поселка Талгием. Напомним, что водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. В результате один человек скончался и девять пострадали. Всего за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 33 ДТП, в которых 6 человек погибли и 51 пострадали. В том числе семеро детей. Однако неприятности случаются не только на дорогах. Следователи устанавливают и обстоятельства падения бетонной стены на машину с двумя туристами в селе Черки и Буйнакского района. По данным МВД республики, погибла 23-летняя уроженка Новосибирска. 23-летний житель города Великие Луки доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Более 50 деревьев упало из-за сильных порывов ветра. Городские службы Махачкалы уже вторые сутки устраняют последствия непогоды. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы. Специалисты спиливают пострадавшие деревья. В работе задействовано около 10 бригад. Ремонт махачкалинских дворов на улице Нахимова и Юсупова подходит к концу. На данный момент уже уложена тротуарная плитка, установлены фонари, скамейки, беседка и обустроена игровая зона для детей. Также на футбольную площадку завезено искусственное покрытие, которое будет уложено в ближайшие дни. Народов много, страна одна. Финал конкурса под таким названием прошел в историческом парке «Россия. Моя история». Тамара Самедова о самом конкурсе и о том, как выбирают лучших. Танцы, песни и угощения. Участники конкурса подготовились основательно. Здесь собрались активисты со всей республики. Всего представлено 4 номинации. Одна из самых ярких и запоминающихся национальные подворья. Костюмы горянок, местная кухня и самобытность ремеслов. Все это представлено здесь. Мы представляем национальные подворья народов России, а именно казачью ярмарку. Здесь у нас произведение наших кухарочек. Это то, что можно покушать. Национальные блюда казаков, русских. Здесь у нас выставка нашей мастерицы. Она у нас занимается лоскутным шитьем. Лоскутное шитье – это очень кропотливый труд. Но зато ни один лоскутик даром не выкинут из дома. Все пойдет в дело. Раньше все готовилось в печи, в русской печи. Поэтому необходимы были вещи такие, как ухват. Ухватом прихватывается котелок, и все это идет в гурнила печи. И там готовится. При готовке на травах образуются угли. Угли выгребают кочергой. Тоже у нас здесь была кочерга. Потом была сковородка, сковородник. Уже в самом зрительном зале конкурс продолжился по другим номинациям. Муниципальные и творческие коллективы представили свои национальные танцы. Показали различные сценки, а также читали стихи на родных языках. Конкурс проходит в республике вот уже в четвертый раз. В этом году заявки на участие подали более 150 человек. В финал из них прошли 14 участников. Сейчас проходит конференция, на которой мы узнаем имя победителя. Здесь собрались представители исполнительной власти, общественные и научные организации, а также студенты и школьники. Первое сознание. Первая улыбка малыша. Наш номер один город Избирбаш. Мне наши вкусные чуны. Узья где? Через 50 тысяч рублей. Мы представляем школу номер один города Избирбаш. Мы сюда приезжаем второй раз. И в прошлом году мы заняли первое место. И в этом году хочется выразить огромное спасибо нашему директору Магену Муслимойчу. Музею нашему во главе Луизе Рамазановне. Доргинскому театру, который нам помогает, декорацию, костюмы нам предоставил. И огромное спасибо нашему дружному коллективу учителей СОЖ номер один. Мы очень рады. Спасибо всем огромное. Очень понравилось нам участвовать в таких конкурсах. Надеемся, еще не последний раз участвуем. Сохранить свой быть, свою культуру, передать нашему будущему поколению – это долг наш. Мы, учителя, стараемся это передать на его и на уроках. Тамара Самедова, Шамиль Хирея Сулаев, Новости ННТ, Махачкала. В Мариуполе торжественно открыли соборную мечеть после реконструкции. В мероприятие приняла участие дагестанская делегация. В ее состав вошли представители власти, муфтията и общественники. Выступающие говорили о значимости подобных культовых сооружений для всего общества. Позвольте мне передать вам слава приветствия от муфтия республики Дагестан, шейха Ахмада Афанда Атублаева, и поздравить вас с этим знаменитым днем открытия мечети. В мечети все происходит. В мечети начиная с детства дети обучаются религиозным образованием, получают и Корану, и другие исламские образования. Поэтому эта мечеть не только место, где мусульмане приходят совершить богослужие, но и обучаться религиозным знаниям. Великие асхабы, мудрые, благонравные, самые такие халифы, они получили знания, образование, получили вместе с посланником в мечетях. Чех Ахмадов Набуллаев всегда, он очень переживает, особенно в это время за людей, за жителей этих республик, где находится спецоперация. И он всегда делает дуа, особенно, значит, особенные дни, особенное время обращается ко всем, что Аллах, чтобы Аллах делал так, чтобы стал мир на этой земле. Я думаю, и другие муфти, и другие богослови тоже делают такое же дуа. Огромное спасибо за восстановление мечети нашим братьям Чеченской Республики, Ахмадов Хаджи, а также кто помогал, кто присутствовал для восстановления. На сегодняшний день в Донецкой Республике она первая отремонтированная, реставрированная и восстановленная. Иншаллах, у нас впереди еще очень много работы. Мы должны восстанавливать, освобождать свои территории и строить новые мечети. Иншаллах, все. Хотелось бы, пользуясь случаем, передать всему, всем братьям, сестрам Республики Дагестан, муфтию Республики Дагестан, огромный салям. Саламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Отметим, что соборная мечеть была повреждена в ходе боевых действий. После восстановительных работ она снова открыла свои двери для прихожан. И о спорте. Кубок дружбы остается у хозяев. Триумфом волейбольной команды Дагестан в Каспийске завершился всероссийский турнир, приуроченный к столетию Расула Гамзатова. Трофеи в жарких противостояниях разыгрывали шесть клубов. Каждая победа нашим давалась с большим трудом. О том, как все было, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Точные удары и приемы. Скорость мяча, измеряемая в десятках километров в час. И одно желание на двоих – победить. С таким настроем на финал Кубка дружбы вышли команды из Дагестана и Чеченской республики. Кавказское дерби ожидаемо выдалось драматичным. По ходу матча хозяева успели побывать в роли догоняющих. Однако в ключевых эпизодах наши все же сумели дожать своих соперников. Итог встречи 3-1. Только решили опытные игроки в лице Джаватханова Магомеда Камиля, Гайбекова Магомеда и Адама Магомеда Сезюшева. Но я скажу, в конце взял вверх опыт над молодыми игроками. А, у них более молодая, считается, да? Команда чуть-чуть более молодая, молодая команда. Там перспективные, хорошие ребята, у них молодые. В основном это воспитанники чеченского волейбола. Есть один приглашенный, но наша команда – это исключительно воспитанники только дагестанского волейбола. Потому что мы считаем это правильно, потому что столько зрителей сегодня пришли и болели за своих. Если здесь будут приглашенные игроки, много играть, я думаю, такого интереса болельщику не будет этому виду спорта. Дома и стены помогают. На трибунах команду поддерживали несколько сотен болельщиков. Такое количество зрителей в Валийском дворце спорта собирает не каждый турнир по единоборствам. Огромная барка нашей команде, хочу сказать, болельщикам, зрителям, участникам сегодняшнего турнира, которые подарили для нас всех такую зрелищную игру. От души им желаю здоровья, счастья, удачи. Побеждает сильнейший. Вы за кого-то лично болели или просто за команду? Болел за дагестанскую команду. И лично тоже я рад за нашего Магаммад Камиля, который взял половину игры на себя. Кубок Дружбы берет свое начало с 2003 года, когда он проводился на призы народного поэта Дагестана Расула Гамзатова и был посвящен его 80-летию. С тех пор турнир проходил ежегодно, кроме 2020 и 2021 годов. В этом розыгрыше участвовали шесть команд из Махачкалы, Иваново, Грозного, Абхазии, Ростова-на-Дону и Майкопа. Для всех турнир стал проверкой сил перед стартом нового сезона. Очень сильная борьба была. До последнего, единственная вторая партия, там немножко с отрывом. Остальные все три партии очень упорной борьбы. И ребята до последнего были молодцы, 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 конечно. И чеченцы молодцы, максимально выложились. И за другие игры тоже, по ходу, там, если кто следил, там практически, можно сказать, 3-2, это упорная борьба. У нас четыре игры за турнир, таким счетом, это пять партий играет, это два с лишним часа. Конечно, это изматривает, но все равно были до конца, и очень такой хороший турнир получился. Победителей турнира ждали кубки, медали и денежные призы. Также отмечены игроки в индивидуальных номинациях. Уже через неделю волейбольный клуб Дагестан отправится на Кубок России в Ростов-на-Дону. А следующий сезон Высшая Лиги Б стартует в конце октября. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Около 200 человек стали участниками велопробега в Махачкале. Велосипедисты стартовали с территории исторического парка «Россия. Моя история». Маршрут проходил по центральным улицам города. На старт, несмотря на дождливую погоду, вышли любители здорового образа жизни с самого разного возраста – от 7 лет и до 70. «Ты думаешь, почему хорошее сегодня мероприятие такое? Почему оно хорошее?» «Честь сосудом за это». «Все правильно». В едином ритме с участниками представителя управления по спорту, туризму и работы с молодежью Махачкалы, титулованные спортсмены и сотрудники Муфтията. В основе масштабного велопробега – идея объединить всех горожан и гостей столицы. Участники финишировали у памятника Расулу Гамзатову на одноименном проспекте. Дистанцию без проблем и с хорошим настроением смогли преодолеть все. «Я искренне рад, что в моей республике проходят такие мероприятия. И количество людей, которые приехали так рано утром, меня тоже удивляет. Так что катайтесь на велосипедах и ведите здоровый образ жизни». Кульминацией мероприятия стало исполнение желаний юных подопечных фонда «Инсан». Имена детей из специальной шкатулки вынимали почетные гости и спонсоры забега. «В Гасану Мухаммад Расул Арсенович. Посвящение бассейна». «Посвящение бассейна. Будет сделано. Все, 19-го года рождения. Мальчик, больной мальчик. Ребенок очень любит персонажа Чебурашку. Можно организовать небольшой праздник с приглашением аниматоров. Реально. Спасибо большое». Также среди всех участников разыграли два велосипеда и еще 17 подарков. Это книги народного поэта Дагестана, спортивные формы и многое другое. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова